Ну, самый главный ресурс – это в моей жизни время. И мышление обучило меня нескольким важным вещам. Во-первых, время должно быть структурировано, особенно сейчас, в современном мире. Но структурирование времени – это не просто графики встреч или там еще что-то, съемок, каких-то мероприятий и прочее. Время должно быть структурировано таким образом, чтобы у вас оставалось несколько таких блоков, когда вы делаете что-то, что обычно не вносят в график. Например, в график не вносят отдых. А отдых на самом деле важная часть. Ну, в моем случае отдых – это чтение книг, которые не нужны мне прямо вот непосредственно по работе. Сейчас, например, я перечитываю Адо, Пьер Адо такой был блестательный. И перед этим я читал биографию Ролана Барта. Это то, что дает мне возможность освободиться и подумать, чтобы в моей жизни было что-то, кроме бесконечной работы. К сожалению, мало времени на отдых, но я его прямо использую. Я знаю, это отдых. Я могу сейчас по себе это позволить. Если говорить про вторую часть, которая обязательно в графике должна быть – время надумать. значит, вот у нас конструкция такая, что постоянно на нас валятся задачи, мы их решаем, и мы очень мало думаем. На самом деле лучше подумать, понять ходы, какие необходимо предпринять. Дальше их как-то уже перенаправить ходы по разным штуковинам, и ждать, как реальность сама сложит вам решение. Потому что мышление – это не просто абстрактное гуляние головы по потолку. Это непосредственное взаимодействие с реальностью. Это когда вы понимаете, что вам в реальности нужно толкнуть, подвинуть, изменить и так далее. По чуть-чуть иногда. Но реальность в ответ на это, если вы правильно ее картировали, правильно ее поняли, она вам даст ответ желаемый. И дальше вы уже будете что-то с ним делать. Поэтому очень важно современному человеку давать себе время на отдых, когда он отключен от средств связи, когда он просто сам с собой. Неважно, медитирует, читает какие-то книги, просто прогуливается на природе. И время, когда вы оставляете время надумать, когда вы делаете целенаправленно. Озадачиваетесь вопросом, выбираете факты, которые вам необходимы, реконструируете реальность, рассматриваете альтернативы и так далее. Это вот мой такой лайфхак. Редактор субтитров А.Семкин aries